welcome welcome дорогие друзья с вами виви и давненько не было данного типа видео да так это будем называть виви новости коротенькие но я решил вернуть этот формат посмотрим как он зайдет на ю тубе если вы поставите лайк или там напишите комментарии скажите виви надо больше виви новостей буду больше их делать прошлый раз я от них отказался ввиду того что просто новости закончились откренно говоря новости все завершились это был где-то ноябрь декабрь месяц по лиге легенд были только новые патчи а не по лиге легенд я не хотел виви новости что-то добавлять но возможно в этот раз эти виви новости не будут завершаться потому что я буду добавлять что-нибудь не связанное с лигой легенд но сегодня у нас в основном про лигу легенд первая новость чемпионат мсай закончился 2023 год на дворе ребят и мсай был проведен и чемпионами стала китайская команда джейди гейминг состоящая из трех корейских игроков но все же таки китайская помимо и звук стать у них же только канави и рулер найджи не является корейцем да на это то чисто китаец ай-яй-яй ошибочка победили они команду чисто китайскую били-били гейминг но забавно что они победили четвертый раз за последние два месяца именно в best of three best of five а не в best of three или там best of один дело в том что джейди гейминг и били-били гейминг участвовали в этом чемпионате и сыграли верхней сетке ведь победили их 3-0 также они играли в своем чемпионате верхней сетке и победили их 3-1 и так же они играли в финале чемпионата китая и победили все счетом 3-2 вот такой вот у них история теперь еще и добавили 3-0 и 3-1 получается что 4-0 джейди гейминг и абсолютные чемпионы но а что же с другими корейскими командами, которые пытались что-то сделать. Команда Джин Джи проиграла Билли Билли Гейминг 0-3. Команда Т1 практически тоже 3-0 проиграла. Она там одну карту смогла взять у них. Билли Билли Гейминг просто оказались какими-то крашерами корейцев. Ни одна корейская команда не смогла против них устоять. Лучшая европейская или американская команда, проще говоря, западная, оказалась команда G2, которая по рейтингу была ниже всех перед этим чемпионатом. Они сыграли со счетом 1-3 против Билли Билли Гейминг как раз карту отжали. Ну а команда Клауд Найп получилась так, что победила только своих американских коллег команду Golden Guardian со счетом 3-1, но проиграла два раза азиатским командам 0-3-0-3, не зацепившись ни за одну карту. Ну и позор, это призовой фонд, конечно же, чемпионата MSI. Но рейты, как обычно, оправдываются тем, что ребята, мы уже делаем аккомодейшн полный, ферничер и другие английские слова используют. Ну, в общем, они вроде как бесплатно позволяют командам прилететь на чемпионат, устраивают для них всякие там шоу и так далее. В общем, команды купаются в меде, или в чем они там должны купаться, и вот туда призовые части уходят. Но цифру-то надо показать зрителям. А когда вы можете показать зрителям цифру 50 тысяч долларов за первое место на чуть ли не главном турнире года, это, мягко говоря, выглядит слабенько. Слабенько. На фоне особенно игр таких, как Valorant, тот же самый, у которых у рейты там призовые по миллиону долларов уже пошли. А здесь 50 тысяч, как будто Лига Легенд умирает. Но Лига Легенд не умирает, потому что статистика MSI турнира говорит нам о том, что MSI 2023 года смотрело больше людей, чем MSI 2022 года. Пик вьюверов был 2 миллиона 200 тысяч и 2 миллиона 300 тысяч был здесь. Он, скорее всего, был бы больше, если бы команда Т1 вышла в финал против JD Gaming, потому что, если мы посмотрим, все матчи команды Т1 смотрелись на ура. Также команда GNG против Billy Billy Gaming матч нижней сетки смотрелся на ура. А китайское противостояние европейцам и западным ребятам, то есть Латинская Америка плюс просто США не смотрели в основном, в основном смотрели за корейцами. Данные по Китаю отсутствуют, поэтому будем предполагать, что райтам это тоже было выгодно, то, что китайцы играли в финале друг против друга, потому что с китайской аудиторией они набрали кучу просмотров, а может и нет. Среднее количество, кстати, людей было почти 800 тысяч, а в прошлый раз было среднее всего 600 тысяч, но здесь я скажу, что райты сделали такой ход конем. Они, по сути, сказали, что все матчи на вылет, а не так, как было раньше. Групповая стадия сначала, в групповой стадии первые матчи, потом начинаются матчи на вылет первые, потом опять групповая стадия, потом начинаются матчи на вылет. То есть во время групповой стадии есть матчи проходные, где можно проиграть и даже не вылететь из чемпионата. Здесь любой матч был уже финальный. Для каждой из команд вы сдаете сеточку, создали... Я вам сейчас покажу эту сеточку, кто не видел. Не, нам нужна... Где он здесь? Вот эта штука? Нет, не эта штука. Я пытаюсь выйти на сам чемпионат, потому что здесь почему-то не все матчи показаны. А, нет, все матчи, все матчи. Вот она, вот она. Вот эта группа А и группа Б. То есть получается, что здесь команда Rainbow Seven, считайте, тоже уже сразу вылетала. У них было всего два матча best of three, которые... нужно обязательно хоть один выиграть. Нет, там правило такое. Нужно было обязательно не проиграть два подряд. Вот и вся история. Ну, короче, как вы знаете, вот это вызывает больше ажиотажа, чем система 2022 года. Вот сейчас вернусь к ней и покажу, как она работала. Вот они. Матчи в групповой стадии, где можно играть раз, где можно еще играть тут по шесть игр, несколько дней пропускных и так далее. Это набирало много дней без большого ажиотажа от зрителей. Из-за этого среднее количество зрителей гораздо меньше было в прошлом году, нежели в этом году. Хотя пик вьюверов, как вы видите, почти не отличается. Кстати, в прошлом году тоже все матчи команды Т1 попали в список лидера, поэтому команда Т1 нужна команде Райт Геймс. И здесь я должен сказать, что я, возможно, немножко даже ошибался, когда некоторые чемпионаты, например, чемпионат 2019 года, статистику, когда сравнивал с другими чемпионатами, говорил, вот здесь вот популярность немного лиги упала, бла-бла-бла, а ведь в том чемпионате команда Т1 не попала на чемпионат мира. И вполне логично, что статистика у них резко падала, потому что команда Т1 это такой бренд, который смотрят все. То есть у многих Лига Легенд ассоциируется с фейкером, и, соответственно, Лига Легенд ассоциируется с командой Т1. Да еще и стример есть Т1, с которым тоже многое ассоциируется. Переходим к следующей новости, тоже из Кореи, хотя, почему тоже до этого новости, это не было из Кореи. Кеспа обновила свой киберспортивный состав. Кто такие Кеспа? Кеспа это Федерация Киберспорта Кореи, Южной Кореи, и они в очередной раз объявили новом составе киберспорта на предстоящие азиатские игры 2022 года, которые должны были пройти в 2021 году, в декабре месяце, в Китае, но ввиду все еще правил ковида, их перенесли на 2022 год апрель месяц, потом их перенесли с 2022 года апреля месяца на конец 2022 года, и после этого их еще раз перенесли и забейте уже на вот новое событие, и теперь уже даты вроде как снова объявлены, стартовать будет 24 сентября и будет идти до 10 месяца, до 1 числа. Принимает все это сторона Китая, китайцы хотят выиграть, ну а корейцы хотят победить и забрать себе медали. Мы другие дисциплины смотреть не будем, там по киберспорту и другие есть дисциплины, телефонные игры, доты нет, кстати говоря, но вот после МСА турнира тренер, а именно главным тренером является Кома, как вы видите, он объявил новый состав. Зевс на топе, Канави в лесу, Фэкер на мидлейне, с Чови на замене мидлейнера, либо Чови будет основным, либо Фэкер будет основным, пока еще неизвестно. Руллер на ботлайне и Керри тоже на ботлайне, только уже в качестве саппорта. Вот такой вот состав команды сборной Кореи по Лиге Легенд. И сразу вспоминается то, что было куча конфликтов, потому что, кто не в курсе, в 2021 году, когда все это дело объявлялось, Кеспа решила почему-то палки в колеса повставлять своим корейским игрокам, и они сначала ввели первое правило. Правило было такое, что вы не можете брать игроков, которые покинули нашу киберспортивную делегацию, а именно те, кто уехали в Китай, либо в Европу, либо в Америку, этих игроков брать в команду нельзя. После того, как они взяли главного тренера Кома, тот сказал, что я буду тренировать только при условии, если вы убираете это правило. Но они сказали, ладно, мы готовы убрать это правило, если игрок не стал резидентом другого региона. То есть, например, Impact, и Rookie, и там Дуэнби, они не могут быть в составе сборной Кореи. А вот Канави может, потому что Канави еще не стал резидентом Китая. Ну, типа такого. У него там три года еще срок не прошел, играя в чемпионате Китая. Точно так же там и Руллер, который уехал, он тоже может все еще играть в команде корейской сборной. Это правило он отбил. После этого по какой-то неведомой причине Кеспи не понравилось то, как собирается Кома руководить процессом, а Кома сказал, мы сделаем за три недели до турнира буткемп. Они сказали, не-не-не, ты сделаешь буткемп именно тогда, когда мы тебе скажем. И они сказали, что мы сделаем буткемп за шесть месяцев до турнира. А в другое время мы просто не можем тебе это обеспечить. Можешь делать буткемп уже тогда за свои деньги. И знаете, что Кома сделал? Он сказал, мы не поедем на буткемп за шесть месяцев до турнира. А просто соберем деньги на стримах и поедем на буткемп тогда, когда нам это нужно. И он начал уже сборы денег делать тогда. Я про это рассказывал в тех виви-новостях там от 2022 года. Кеспа такие девушки почесали репы и задают вопросом, а что ты не хочешь делать, как мы хотим? Кома объясняет им, Ребят, у нас в Лиге Легенд есть такая интересная особенность. У нас патчи, сука, меняются каждые две недели. И делать буткемп за шесть месяцев до основного турнира не совсем логично. И самое главное, бесполезно, потому что через шесть месяцев будет совершенно другая игра. Но они вроде пошли ему на встречу в очередной раз. Особенно пошли ему на встречу, когда он вышел на пресс-конференцию, свою собственную, он организовал сам себе пресс-конференцию, я про это тоже рассказывал. И на этой пресс-конференции сказал, что если они не пойдут ему на встречу или он не соберет деньги на буткемп, то он снимет свою кандидатуру. Ну и они тогда сказали, все нормально, мы оплатим, когда тебе надо. Только надо будет со всеми игроками тебе лично договариваться. Они такой, все равно палки в колеса продолжают кес повставлять. Но это понятно. То есть это такой местный не Роскомнадзор, как оно там в России называется, это федерация тоже киберспорта, которая этим занимается. Они пытаются как-то свою власть там проявить, но у них нет власти над Лигой Легенд Кореи. Ну вообще никакой, потому что Riot Games Корея больше власти там обладают. Ну они могут игрокам давать зарплату либо не давать зарплату, даже вот так вот, понимаете, да? А Кеспа, она так здесь. Раньше была, молодец, а сейчас просто стоит рядом и сбоку бантик. Больше ничего они делать не могут, могут только объявления выставлять. Ну их это бесило, но в итоге Кома сказал, я со всеми игроками договорюсь, уже мне-то бы поверьте. Ну и договорился. Когда у них Bootcamp стартует, неизвестно, но можно сделать предположение, что Bootcamp стартанет как раз таки в сентябре и вот здесь вот маленькая может быть проблема, потому что многие корейские команды, да и те же самые китайские команды, обладающие этими игроками, могут не быть довольны тем, что игроки захотят уехать на две недели туда. Но на Олимпийский вот этот турнир все, конечно же, попасть хотят. Многие спросят, а почему там фейкер? Фейкер же отстойник. Ну, во-первых, ребята, это бренд. Давайте не будем забывать. Фейкер, как я уже говорил, ассоциация с Лигой Легенд и популярность турнира сразу просто возрастет во много раз. Поэтому это дико выгодно против фейкера в любом случае. Ну, а второе, что немаловажно, победители этого турнира становятся официально Олимпийскими чемпионами. А когда вы становитесь в Южной Корее официально Олимпийским чемпионом, вы получаете золотую медаль. А в законодательстве страны указано, что игрок, получивший золотую медаль, не проходит воинскую службу. Правда, Фейкер, насколько мне известно, сейчас проходит воинскую службу через свой университет. То есть у него там военная кафедра есть на университете, на котором он учится заочно. Туда приходит раз в недельку, видимо, какой-то норматив сдает и потом возвращается назад к своему киберспорту. Ну, это на всякий случай. Если не получится, то вот. Так что Фейкер и там, и там себя перекрыл. Но ему хотелось бы, конечно, стать олимпийским чемпионом. На прошлом турнире этого же состояния, то есть 2000 тогда был, должно было быть в 22-м, значит, в 2018-м это году было. На прошлом турнире команда Кореи заняла второе место и все игроки Китая были счастливы. Не знаю, что у них там с воинской службой, будут ли они участвовать или нет. А вот корейские игроки тогда, не получившие первое место, кстати, в том составе был Пенат. Их всех ждет воинская повинность. Кстати, в том же составе был Дефт, если я правильно помню, Пенат, Фейкер, Кин на топе, если я не ошибаюсь, там было два топера, а вот Саппорт кто был, без понятия. Ну, могу предположить, что был Вульф, но не уверен. Ну, ладно. Следующая новость, ребят, Riot Games рассказывает нам про патч 13.11, что нас ждет впереди. Вы знаете, что в патче 13.10 куча багов опять взлетела, куча изменений и куча ревертов произошло по винрейту. Некоторые чемпионы, у которых был винрейт в районе 52% упали до 47%, а другие чемпионы, наоборот, поднялись из пепла. То есть, там, из 48% поднялись до 55%. Например, у Жанны до этого патча был винрейт 51%, сейчас у него стал 55%. Она не из пепла, конечно, поднялась, она и так была хорошая, но стала совсем уж хорошей, но странно, что ее в этом списке нерфов не имеется. А вот среди нерфов появился Афели, Джинкс, Амуму, Аурелин Сол. На экране у вас есть цифры, можете сориентироваться, что им по нерфили. А усилили они Акали, Азира и, верно, Калисту, Рексай, слава богу, Ренектона и Твистед Фейта. Рексай и Ренектон связаны с одним предметом, его за нерфили, надо что-то делать. Калисту, просто, как оказалось, ей ни один из новых предметов на АД не подходит. И, верно, усилили, потому что он стал дико сильно проигрывать Арден Цензор саппортом, а Лесной саппорт, вот как он, почему-то не получил этих диких бонусов. Азира Кали, без понятия, если честно, почему они потеряли свой винрейт, потому что вроде у них все было хорошо. Твистед Фейт, его давно было уже пора поднять винрейт, Райт его в свое время дико ослабили, как будто они не хотели, чтобы Шоумейкер с командой Дамбон Гейминг что-то выигрывал, и вот с тех пор он был мертвым, но сейчас они решили некоторых предметов и нерфы некоторых предметов, которые Райт считает слишком сильными, а именно Гейлфорс считает слишком сильным, Шторм Рейзер, ну это очевидно, его все сейчас собирают, и почти у всех Адекири сейчас билд, Шторм Рейзер первый предмет, дальше либо Инфин, если это автоатакер, либо Гейлфорс, если это типа Люциана, ну он тоже автоатакер, но у него там на заклинание еще и на скорость передвижения много, Йому Госблэйд все абсолютно собирают первым предметом Брузеры и Ассасины, потому что, а что еще делать? Ронан, Хурикан, Райты решили тоже ослабить, хотя мне кажется, как раз какие-то предметы сбалансированы, Эхо в Гелии собирает абсолютно все саппорты, если вы его не собираете, то вы виноваты, что вы проигрываете игру, собираете его, и Арден Сенсор, Райты тоже решили ослабить, что тоже мне немножко непонятно, потому что Арден Сенсор абсолютно нормальный предмет, никаких бонусов он суперских не давал, но Райты почему-то его решили занерфить, а вот бафают они Даск Блэйд, мертвый предмет, Кракен, мертвый предмет, Мунстоун, Ренювер, бывший саппортовский топовый предмет, теперь они решили вспомнить, что он существует, на Воре Квэк Блэйд, потому что никто больше их не собирает, когда есть Гейл Форс и Инфинит Эйш комбинация с Шторм Рейзером, кому нахер эти на Воре сдались, хотя вроде есть еще и парочка чемпионов, которые я видел и на Воре делают, типа Кайсы, я смотрел, они вроде их собирают, и статик шиф Райты решили повысить, это вопросительно для меня вдвойне, потому что, ой, вот, не кавычки, я отзываю вопроса, потому что я не понимаю, статик шифа все хорошо, дико много урона он и так давал, но Райты решили еще сделать сильнее статик шиф, я чисто абсолютно против этого, потому что я видел, как Ясу и Йона собирают его и собрав его, становится так, как будто у них два уже предмета есть вместо одного, так что здесь есть вопросики, и также нас ждет реворка Рэл, обещанный реворк Рэл с 2022 года, ноября месяца, тогда они Рэл обещали, что попадет в лес, и вот только сейчас они этот реворк делают, кто не знает, я видео уже на эту тему записывал, могу еще одно записать, если хотите, потому что вдруг у вас память короткая, да и у меня короткая, я тоже уже забыл, что я там записывал, но это было в 2022 году, где-то в ноябре месяце, я рассказывал про Рэл, который будет в лесу, и теперь Рэл наконец-то будет в лесу со следующего патча 13.11, но он произойдет через неделю, завтра постараюсь записать видео ретроспективу, которая будет посвящена этому патчу и изменению винрайтов, как раз, чтобы про Жанну вам рассказать, как у него винрайс с 51 до 55 поднялся, ну а последней новостью хотел бы сказать, что скидочка появилась на мою игру 1.11, скидочку я цену наконец-то смог поменять, кто не знает, правила у стима очень дурацкие, когда я создавал свою игру, ну вот 1.11, да, кто не знает, полностью я создал игру, вот здесь девелопер, паблишер, все написано как есть, игра вышла 24 апреля, игра работает, все хорошо, кто не знает, что это такое, это детективно-визуальная новелла, короче, заходите, смотрите, есть бесплатная демо, можете скачать, скачать, поиграть, если вам понравится, тогда уже приобрести, короче, что я хотел сказать, да, там, кстати, русская озвучка еще, я просто увидел, здесь написано, что я хотел сказать, там у них правила очень дурацкие, у стима были, я должен был объявить сцену, перед тем, как выкладывал первый раз игру в стим, я объявил эту цену, после того, когда наступил день первого нашего релиза, это в ноябре месяце, я перенес этот релиз на апрель месяц, но цену я больше не мог менять, и мне надо было дождаться релиза, настоящего уже, когда цена вот релиза показала, что люди не особо хотят покупать ее за ту цену, которую я поставил, ну, бывает такое, да, ну, не хотят, ладно, будем разбираться, теперь я, наконец-то, 30 дней прошел, я смог закинуть сюда понижение цены, для ру-сегмента, соответственно, тоже понижено, ну, и для всех остальных регионов, там, процентно, все будет понижено, так что, смотрите, ну, и можете написать в комментарии, если кто из вас играл, понравилось ли вам или не понравилось, именно в комментариях на ютубе, потому что здесь вы уже это написали, но люди все равно вас не читают, у нас есть здесь 20 позитивных, ревьюшек, и ни одной негативной, вот такие ребята, все писали, всем понравилось, но почему-то продаж все еще не имеется, ого, какой интересный здесь, смайлик, вот и все, такие у нас виви-новости, как вам возвращение виви-новостей в мой сегмент форматов, нравится, не нравится, ну, вот лайками все расскажите, пока-пока, 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 пока-пока,